Здесь спрашивают, Асгард Ирийский перед уничтожением был каменным и деревянным. Асгард Ирийский был каменным. Там стояли колоссальные пирамиды и так далее. Только у них там Асгард Ирийский не имел стены крепостной. Стены крепостные были не нужны до полного времени, потому что наши предки создавали вокруг городов защитные поля. И сквозь защитные поля никто с агрессивными мыслями проникнуть не мог. То есть выходит, что Бухруевич придет, поубивая, пограбляя, подходит только, или он не проходил вообще сквозь это поле защитное, или по мере движения у него вся агрессивность исчезала. Человек приходил, такой же такой, а мне танцевать, летать, охота. Понимаете, помните Вродинова, да? А мне летать, а мне летать, охота. Вот такого плана было, понимаете? А погиб Асгард Ирийский из-за происков черных. Просто один из влахов, который управлял этим городом и страной тогда, не зная того, был носителем троянского вируса своеобразного. То есть в нем была заложена программа, которую он даже не подозревал в существовании. И вот когда джунгарские орды подошли, те, кто за ними стоял и направил туда, они просто активизировали, и через вот того заложенную программу, которую тот человек даже не подозревал, было снято защитное поле. И тогда уже город был полностью беззащитный, к сожалению. Что интересно, вот у меня есть ксерокопия, то есть это стопроцентная копия, той летопись, которая известна как ремизовская летопись. Она, конечно, была модифицирована, но тем не менее, многие карты там остались без изменений. И что интересно, после того, как Асгард Ирийский был уничтожен, новой столицей Славянской империи, или Великой Тартарии, или Российской империи, был город Тобольск. Слышали такой, да? Так вот интересно, я при изучении этих карт, там показаны карты, в принципе, в Западной, Восточной, Сибири, то есть очень большие территории показаны на этих картах. И что интересно, там очень показано много городов. И могу сказать, даже вот схемы городов приводятся в 17 веке. В Сибири такие города были, которые на европейской территории многих не было таких. И что самое интересное, вокруг только одного города, на карте показаны концентрические круги. То есть вокруг Тобольска они тоже создали защитную оболочку. Забавно. То есть я знаю, что на самом деле было, когда смотрю, а, интересно, и здесь стоит. Вокруг других городов, никаких кругов, концентрический вокруг. В самом местоположении города нет. А только вокруг Тобольска. В своих даже книгах я буду показывать карты. То, что увидят все, кто дождется моей книжке, надеюсь. Вот такие вот орехи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова